всем привет с буткэмпа лойлеров меня зовут юлия и со мной сегодня будет разговаривать легендарный игрок гамбит который прошел и огонь и воду и все на свете эдвард поаплодируем да это расскажи с самого начала почему ты ушел из гамбит год назад год назад я не совсем уходил то есть там было много вариантов развития событий составов там либо я оставалась чем не этой варианты даже как организация не знала но я даже не предлагал потому что на что это не будет там я думал что помнять пару игроков два-три игрока и пытаться дальше либо то есть именно в том составе я все равно играть не собирался и то что они сделали и даже с меня ставили бы я не хотел в этом участвовать поэтому так получилось что пути разошлись просто почему ты решил в итоге пойти в тренерство они продолжать играть на самом деле я задолго уже за полгода до этого момента думал стоит ли вообще продолжать играть потому что хотел про тренерство хотел я уже понимал что могу пойти в европу с визой бы рабочий обычный попробовать но надо было понять хочу играть или нет я постел в тренерстве две недели я уже понимаю что я хочу играть там естественно мои ребята играют там я хочу играть и если две недели всего про трения я был там все время все время когда должен был там быть я был но через пусть две недели понял что это все еще играть надо я не хотел тренировать пока тренерство затем ты вернулся в игру какие различия между тем чтобы быть тренером и игроком что сложнее как ты считаешь что сложнее на самом деле мне трудно судить потому что мне было очень сложно быть тренером то что я очень хотел играть нами когда был тренером сложнее наверное все таки быть тренером что ты смотришь как то и ребята играют тебе надо их реально подготовить и каждый раз когда я ничего там ошибаются ты думаешь вот я это мог научить там мог объяснить лучше чтобы они это поняли 3 10 как бы нервничать нервничать смотришь игры со стороны когда ты играешь ты же тоже когда ты играешь да как не знаю когда люди боятся уколы они все же или экзамена там они боятся экзамена все время пришли на экзамен уже все страх пропал здесь делаешь как бы у тебя нет выхода уже поэтому время игры ты нервничаешь в основном может есть там серия из 5 игр допустим ты там можешь первую нервничать на первые пять минут но обычно проходит мандраж такой после тренерства ты решил вернуться в игру и в уникорны кто сделал первый мув почему именно уникорны я искал варианты после тренерства чтобы вернуться в цел потому что я именно хотел играть в целе с руссказичными ребятами первыми кто мне сделал мув помни сами сами иол написали хочешь ли ты поиграть в составе волцели они хотели приехать в россию потому что они никогда не были волцелем я говорю давайте я сам беру вам состав я собрал состав с менеджером моим тунец ну и в принципе так и получилось что мы пошли волцелу что не срослось в уникорнах в итоге с тобой я бы не сказал что у нас прям что-то сильно не получалось именно в целом мы были все в принципе на одной волне относительно то есть мы все хотели одного но у меня допустим сильно получалось с инексом у него со мной хотя мы в первое время очень сильно старались прям угодить друг другу но в какой-то момент он просто забил полностью я понял что там уже нечего ему бодать там все равно не хочет ничего просто играли как было у нас было достаточно плохая синергия но в целом к командам играли не так плохо я бы сказал то есть мы смогли выиграть такие целый пошли на 1 на волос там неплохой результат был достаточно то есть про против топ-3 европы мы там очень сильную близкую серию сыграли ну в целом я думаю не срослось может чуть-чуть менталитет отличался от молодых ребят наших там троицы но манс нас и босс я внизу что мы прям супер близки были я замечал что не вам выделялись втроем ну я принципе доволен был своими временем у его смогли ты что-то подчеркнуть из тренерского опыта что ты сейчас используешь как игрок подчеркнуть может быть что-то смог но я навряд еще вспомню что именно чтобы конкретно сказать потому что много вещей было еще почему то что если ты тренируешь полгода потом очень тяжело играть я у меня было достаточно тяжело вернуться в лигу легенд в компетив то есть я до 2 сплит почти весел цел я очень плохо играл достаточно то есть это семья игра там условно гостями 10 10 форма то я там где-то 3 из 4 я не мог преодолеть себя как бы я просто не получал за не мог почувствовать игру о реально чувство игры потерял вот ничего за ними поделать что помогло вернуть просто время я играл вот мы выиграли от цел слава богу с моими фейлами в команде тоже был уверен достаточно поэтому было намного лучше сложно вообще психологически играть в интернациональном составе когда у вас нет общего менталитета общего языка или наоборот так интереснее думаю в интернационном составе достаточно сложно играть и совершенно все отличается допустим у нас состав два датчанина армении два русских то есть у нас значит если называю так всегда может и может взять свой русский русский слэш армии да вот но именно с датчанами супер легко потому что они как будто как не на как будто русский которые говорят на другом языке такие же мемные тролльбасные вообще супер легкие ребята с тем же корейцами очень тяжело допустим было потому что я был когда в составе рогов тренером то у нас был кореец и он был совершенно другой то есть будут замкнутые такой достаточно да он был точно замкнутый хоть и хорошо играл с ним было достаточно тяжело общий язык там и поговорить иногда трудно потому что он английский не был не очень хорошо знает а так с европейцами некоторыми достаточно легко как с датчанами для кого не секрет что в снг огромная нехватка игроков как ты думаешь почему так происходит уже долго так все игроки вообще санга играть доту в контра страйк в паб джи во все кроме лола а ты чего в лол перешел я раньше играл в варкрафт 3 давно давно мне было там если с восьми на 9 играл играл в доту первую много лет в какой-то момент наскучала я играл во все что играл мой брат родной он старше меня на три года он пришел в лол я пришел с ним я все говоришь да вот все играют в доту ты в итоге ушел из дота начал играть в лол почему но я говорю играл в доту с братом наскучала ему то есть мне тоже там очень долго играли пришли просто в лол и так остались там это был момент по-моему за год до первого интернешнала то есть это было 2000 и вот мы пошли по 2010 играть или в конце или в начале одиннадцатого прошел год первый интернешнл там прошел вот он был на dreamhack есть не ошибаюсь там же был чемпионат мира по лолу тоже из того момента я поселил оба турнира мне понравился лол больше и я продолжал дальше играть то есть мне не было такого прям что я хочу стать проигроком тоже то есть были мысли а я тоже поиграл там да я думал все хороший игрок на самом деле нет вот и так и остался в воле окей почему все люди играют в доту в снг я думаю тут просто просто что дота была раньше она осталась как бы все сперва доты пришли в но тут два как бы это очевидно но и намного больше народу играл в counter strike и просто сами шутеры они намного популярнее я думаю в снг то есть тот же те же танки я думаю у них тоже очень много народу играет танки и паб джи фортнайт да не считая за игру вообще она считая паб джи там фортнайт да и кс го очень много народу играет если там из каждого тебя по 5 процентов добавить в ло то там комьюнити просто настолько увеличится в уоле там просто в разы то есть что нужно изменить чтобы появился приток новичков что изменить самой игры или в пиаре или я думаю на самом деле ничего не изменится если только там самей сама дота 2 или там сам кс го не сломается как нибудь просто выручить сервера там на неделю всем скучно будет все вы долго играть может может кому понравится стаунс кон проценту эту неду не думаешь что поменяется возвращаемся к нашему составу гамбит ты вернулся к тем игрокам с которыми ты начинал когда-то свой путь каково тебе вернуться вот именно к тем людям я расстался с даймондом лодиком в теплых отношениях то есть и с игорем тоже меня нет нас не было каких конфликтов потому что с момента когда я ушел из команды точнее меня ушли из команды прошло мы в полтора года вместе были то есть я считаю что это адекватно когда ты полтора года играешь и у тебя была цель там до пойти из плей-ин стадии и ты не выходишь с трех турниров то уже какие-то изменения ну если ты решила что надо так попробовать то я бы как бы уважал это мнение как бы я не меня не было там горения жопы за что как бы не заслужил и так далее то есть я нормально отнесся к этому и нормальных отношений были со всеми какая роль у тебя сейчас команде сейчас роль в команде я не могу дать какую-то роль в команде может в неком он только то что вот это типа всех сдружить там помочь выполнять просто просто мы стараемся всем дать какие-то свои роли в игре у нас нет нет такого глобального колера или там это принятие решений кто лучше видеть ситуацию что ты колит просто и мы раздаем роли там смогом драке на драконе там на бароне кто какие роль даже на что он должен выполнять в каких ситуациях когда мы должны варды ставить там 3 10 всем это выполняем поочередно говорится мы не торопимся пока что поделись информацией почему именно на этих конкретных двух датских игроках вы остановились именно начнусь по очереди именно с энгукс мне пришел в голову еще когда я был тренером в уроках он был мидером в той команде мне он прям сразу понравился я думаю вот когда я с ним мог бы играть мне в этом сразу понравился я его пытался заманить наш регион я упала заманирую почти год можно сказать сначала во ел когда еще не знал какой на состав будет там изначально потом уже в гамбит то есть мне он сразу приметился очень высокий не очень высокий уровень игры понимания все общее адекватный тот человек а докси как можно сказать в конфликте пошел потому что они тоже по моему если не ошибаюсь хотели вместе по типу датскую команду то есть там была нордик лига насколько я понимаю и у них там тоже они не мне понравилось и они вместе пошли к нам можно сказать оба играет давно уже принципе знаем докси уже играет два цели но он играл уже года полтора я думаю виртуз про играл он в нави и веке с которым то есть полтора года где-то играют если не 20 в принципе очень хороший выбор у нас в этом сезоне изменились правила регулярки и вы играете все онлайн и считаешь ли ты что это комфортнее для игроков или нет учитывая что мы раньше когда мы играли в оффлайн лиги мы жили недалеко от студии л целом принципе было там достаточно приятно ты там поехал на студию многое как будто турнир код сыграл немного другие ощущения были там форму он обязательно делал помылся это причесался сейчас более такое расслабленное сказала ты там можешь сидеть дома играть турнир эти игры ктп турнирные немного другое ощущение я бы не сказал что прям лучше или хуже но главное что у нас финала будет в оффлайне самое важное будет экшена много ты не считаешь что как раз из-за того что у вас будет мало опыта на сцене это может как-то плохо повлиять на выступление финале у нас много игроков думаю все будет как минимум в одинаковых условиях во-первых во вторых столько же опыта за эти семь лет и у меня и у нашего мидера и топпера как бы тоже не до этого тоже много играли что думаю может быть мандраж будет какой-то но он у всех будет наверно поэтому ничего страшного сколько вы планируете на буткемпе провести в этот раз примерно хотя бы мы заехали на буткемп насколько я знаю где-то две недели назад про не планировали это месяц назад у нас чуть не получилось во-первых и зависит мы за долго делали будем еще с на 2 недели еще сколько нас 6 недель еще бы дал цел идти потом еще где-то еще месяца два с половиной трибурно буткемпе и как вы живете столько времени все вместе каждый день друг другу увидите как вы вообще что-то в этом невозможно если просто я сравниваю с другими дисциплинами с нашими другими составами если я скажу что мир там дотеры должны быть две недели на буткемпе мне кажется они с ума сойдут дотер на 2 месяца три месяца может поэтому раз дотеры мало выигрывают они должны там бы найти общий язык чтобы им легче было они не только в игре там могли и вне игры тоже будет легче может и там и там тогда ты считаешь что это плюс вот прям однозначно я не сказал что плюс бывают случаи когда ты реально не может найти общий язык и там начинается просто гражданская война на буткемпе но в основном всегда можно найти подход каждому игроку это поэтому я не вижу там ничего супер плохого у нас всегда есть выходные можешь поехать куда угодно там семья выходной день езжу домой другие люди просто в город выходят там приходят на один день там может это может в отеле переспать я не знаю что угодно могут делать поэтому есть время отдыха первые матчи уже позади кого ты считаешь главным вашим конкурентом я скорее всего знаю ответ но тем не менее это очевидно вопрос потому что именно выделяется две команды это мы и уникальцев лав есть еще пара команд которые правда могут быть хорошие но они пока не очень хорошие результаты показывают это rox и epg то есть они могут тоже к плейфу на какую-то форму набрать и быть неприятной командой а так это уникальцев лав именно как тебе ваша форма на данный момент я считаю что мы могли развиваться быстрее чуть-чуть но в целом мне нравится как мы играем немного выпадают у меня тренировки с логиком то что он на учебу часто ходит сегодня проснулся 6 утра убежал бы его не вижу здесь он приехал к нам в среду поделим раз выходной вторник он был дома он то есть на учебу пошел дома приехал играл из дома тренировки потом все до примеру пришел переночевал у нас в четверг был весь день с нами и снова пропал сегодня вот у вас 6 будет матч и он приезжает сюда и будет ночевать здесь и у нас помимо да он придет сюда сегодня понедельник ой пятницу да вот ведь он в субботу и воскресенье свободен то есть он приедет нам уже и будет до конца но первые часть недели он пропадает вообще его не вижу практически точно у него не получается играть мы вместе меньше играем получается отдельные эти паблики поэтому немного обидно с этой стороны окей спасибо большое за твое время я знаю что сложно высыпать игрока на интервью особенно сколько мы разговаривали долго достаточно спасибо за поддержку ставьте лайк пишите приятные комментарии петули сделали это мы планировали это два месяца